Всех приветствую на веб-семинаре по практическим приемам этичного хакинга. И у нас уже часть вторая, а может быть и третья часть семинара. Почему вторая, третья, я еще чуть попозже расскажу. Меня зовут Сергей Клевогин. Клевогин Сергей Павлович. Если зайти на сайт специалиста, где инструктором работаю, меня можно найти, написано давно. Работаю, имею много разных статусов. У нас семинар по безопасности. Имеем много разных курсов. Ударный курс по этичному хакингу, который прямо сейчас, когда курс считается, специалисты проходят. Студенты после курса остались. Тоже хотим семинар послушать. И кто-то пришел в центр специалисты лично, в комплекс радио, так же, как вы на курсы приходите. А кто-то подключился удаленно. И большая часть в аудитории удаленно меня видит, слышит. Тоже вас приветствую. Ну, а кто в записи будет слушать, тоже приветствую всех. Так, мы собрались на семинаре в центре специалистов. Довольно часто так собираемся, регулярно. Почему специалисты такие курсы, семинары, почему проводят курсом? Потому что хочет рассказать о курсах, центрах. А я почему провожу? Потому что курсы по безопасности, когда читаю, бывают темы, которые хотелось бы рассказать на курсе. А времени нет, а темы интересные. Я вот тогда такие дополнительные темы в семинар выношу. И действительно, вот можете посмотреть вот тут видео, или даже самые основные поближе. Тут записи семинаров, которые раньше проходили. Также этот семинар наверняка где-нибудь здесь вот на ютюбе, или на сайте специалисте в записи найдете, сможете пересмотреть. Я расскажу сначала о курсах трека СЕР, как мы учимся, а потом расскажу, как мы учимся хакингу, и что мы на курсах изучаем, и в какого уровня задачи мы решаем, и какого уровня задачи готовимся решать. Это будет полезно всем, в основном безопасникам, специалистам, аналитикам, хакерам. Ну, если вы начинающий специалист по безопасности, может быть сложно будет понять, что именно я делаю, но концепцию все равно поймете. Итак, есть специалисты курсы. На мой взгляд, самый лучший курс это курс по хакингу, но он не один. Есть курсы подготовительные по безопасности, тактическая, стратегическая защита, защита от хакерских атак, а есть и продолжение. Вот подготовились учиться на хакера-безопасника, выучились, может быть даже сертифицировались, а потом идем в аналитики и идем, может быть, в пентестеры. Обычно семинары, они где-то вот здесь, вот для начинающих, кто только думает записаться на курсы или нет. Но сейчас у нас семинар, который и для тех, кто курсы по хакингу прошел, и для пентестеров, и для аналитиков, потому что я собираюсь вам практические приемы этичного хакинга рассказать, но не то, что на курсе рассказываю, а дополнительно. Кстати, где дополнительно можно практиковаться и учиться, если не на курсах специалистов. Есть много разных платформ, а мне нравится платформа Hack the Box. Вы можете тоже на этом сайте зарегистрироваться и вот увидеть то, что вот на слайде живую, вот я зашел, вот машинки. В чем идея платформы? Идея платформы в том, что вы зарегистрируетесь, и вот видите, вот тут IP-адреса, тут все компьютеры. Машинки, машинки, машинки. И вот давайте, вот у вас VirtualBox, вот у вас Kali Linux, а вот в ваш Kali Linux вы можете скачать здесь OpenVPN подключение. Вот ConnectionPan, давайте скачайте, подключитесь, будете подключаться. И вот эти, там компьютеры ломаете. Кто взломает, тот молодец. Введите данные, вот если введете, значит вот, я вот так вот играю, вот компьютер взломал, другой, третий взломал, этот пока еще руки не дошли, вот. А когда я что-то взломал, мне спрашивает, ну ты молодец, ты захватил пользователя, как впечатление? Я могу сказать, безумно сложно или легкотня. И здесь пароль пользователя ввести или ключик. Ну а если уж администратор или рута, то тогда вот так. И соответственно машинки есть легкие, относительно, как люди считают, а есть сложно. И чем особенность этой платформы Hardbox в том, что другие платформы тоже есть. Вы можете практиковаться, учиться, я о таких платформах на курсе по хайпингу рассказываю. Говорю, давайте, вот один сайт, другой, третий курс закончится, вы задачки решаете. Но на других платформах обычно есть и решение задачи. Вот задачка, вот решение. И это, конечно, хорошо, но плохо чем, когда у вас есть решение, как решение не посмотреть. Вас спрашивают, реши задачку, как тут проверить безопасность. И вы такой, не знаю, дай-ка посмотрю решение. А здесь решения нет. Здесь Hardbox строго запрещает рассказывать, как вы эти машинки взломали. И я при всем желании не могу с вами поделиться, рассказать. Вот смотрите, вот хакбэк, сложная машина, я ее взломал, давайте объясню как. Организаторы говорят, нет, 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 ты подожди, потерпи. Но когда-нибудь она выходит в архив, и новая появляется. И тогда уж, пожалуйста, тогда уж все рассказывай, других учи. Вот такая есть платформа. Видите, я играю. Если хотите, тоже зарегистрируйтесь. Вот этот сайт. Может быть, вам будет тоже интересно также поиграть. Точно так же OpenVPN подключение. И вот уже мы сталкиваемся с тем, я не знаю, что такое OpenVPN. У нас семинар о том, чтобы о курсах тоже рассказать. Я вам скажу, что вот специалист, есть курсы по хакингу. Вы вот видели. А есть курсы подготовка. Certified Network Defender. Сертификация есть, и курс. Мы такой курс называем защиту от хакерских атак. Certified Network Defender. Ну, студенты, которые у нас учились, они, конечно, знают, что такое OpenVPN. Даже знают, как настроить. Потому что программу курса посмотрите. Видите, здесь про OpenVPN у нас целая лабораторная работа. Что это такое? Проектирование, конфигурирование. Вот такой вот OpenVPN нам дают. Мы подключаемся. И давайте вот какую-нибудь машинку взломаем. Чтобы взломать, конечно, нужны вам будут практические приемы этичного хакинга. Вы можете сказать, Сергей Павлович, как же ты хочешь нам про машинку рассказать? А нельзя же рассказывать. Нельзя про активные машины рассказывать. А про те, которые ушли в архив, можно. Вот машина EZARIL, она ушла в архив. Про нее можно рассказать. Я вам расскажу. И почему про нее, а про другие, не потому, что она на тот момент была самая сложная. Не потому, что легкая. А потому, что она максимально близка, по моему мнению, к реальности. На реальности, встречаете машины, вот эти приемы вам пригодятся для других машин тоже. И действительно так. Я вот проходил другие машины. Вот хакбэк сейчас, на мой взгляд, самая сложная. Там есть хакеры, их надо снова взломать. И вот проходишь, проходишь, на каком-то этапе. О, точно, точно, было такое же в машине EZARIL. И ту же технику применяю, и это помогает мне пройти следующий. Мы уже, почему вторая часть, как-то посидели, и я вам рассказал, как в эту машину проникнуть, и все показал. Вот первый раз пришел, давайте вкратце пробежимся. Как мы на этот компьютер проникали. А потом уже к нашему семинару, как теперь повысить привилегию. Начальное сканирование используем M-Map. Коллеги, которые курс по хакингу проходят, меня поддержат, скажут, да-да-да, M-Map, буквально, когда вчера изучали, и сегодня. Это наша любимая программа. Вот мы отсканировали, я уже не буду объяснять тонкости ключей, это было в первой части семинара. И увидели, что на этом EZARIL есть веб-сервер. FTP, веб. Пришли на веб, ловить нечего. Спокойная картинка, говорит, успокойся, ничего не светит. Картинка, и все. Мы говорим, ладно, а как насчет 80-80? А здесь тоже все хорошо. Давай вводи логин, пароль или уходи. Пароль не знаем, а брутить умеем. Вот был другой семинар еще до этого, как ломать базовые приемы про веб-сайт. Я рассказывал про GIDRU, как можно брутить. Но EZARIL, видите, какой, он говорит, меня чур не брутить. Кто будет брутить, три раза пароль неправильный, блокирую, иди, чай попей, пять минут отдохни. Не убрутить. Ладно. Приходим на FTP. Пришли, а там анонимный доступ разрешен. Ну, хоть что-то. Пришли и накачали файлы. Спрашивается, как накачать файлы, где учиться про FTP. FTP – основа основ. Полистаем курсы по межсетевому взаимодействию основам безопасности. Там находятся различные протоколы, в том числе FTP, HTTP. И, конечно, вы знаете, что если вы хотите скачать что-то с FTP сервера, нельзя так просто взять и скачать. Ну, и вот в первой части мы детально и разбирались, зачем писать binary, get, mget, prompt. Скачали и увидели, что есть там floppy disk. Это архивчик. Разобрали, что это хранитель паролей. Подобрали пароль и увидели пароли. О, как хорошо. Это пароль для нашего веб-сервера. Зашли, не тут-то было. С паролем зашли на веб-сервер, а веб-сервер говорит, ничего здесь нет, можете только проверять подключение. И мы вот на первой части семинара думаем, как же теперь проверять подключение. И я детально объяснял, как можно инъекцию сделать. Кстати, первую часть легко на том же сайте специалиста, на ютюбе, можете посмотреть, послушать мои объяснения, как я рассказывал, как вот тут 4F token писать, чтобы выполнить инъекцию и выполнять код. А код получить обратно через NSLOOKUP. Так вот. А хорошо, NSLOOKUP на наш сервер пришлет запрос. А как мы его увидим? Можно поднять фейковый DNS сервер. Да, я так и делал. Или NC поднимать. А можно просто в ВР-шарке снеферить. Вот Etheril называется. Мы, конечно, будем отправлять ICMP пакеты в ответ. Мол, что ты к нам пришел, если в ВР-шарке снеферим. Но ICMP от себя можно заблокировать, но лучше не блокировать. Потому что это будет нагружать сервер. Поэтому вот так вот, наоборот, писать не надо. Наоборот, надо allow здесь написать, чтобы если мы не слушаем порт, чтобы мы говорили, что мы порт не слушаем. Чтобы он не держал сокет. Но если вы поднимете DNS сервер, то как уж вы будете отвечать, как-то как DNS сервер, ответами или запросами. Хотя ответы Etheril не нужны. Это нам нужна информация, что мы им подключили. И дальше, видите, какой неудобный шел. Пишем нет стат, а ответ видим в Etheril. Видим, что те же самые порты, ничего нового. А что установлено? Например, написали NSLOOKUP, пришли нам, что у тебя в программ файлс. И увидели, что OpenSSL установлено. И тут опять, где наша программа курса по защите от хакерских атак. Здесь у нас OpenSSL не раз случалось. На курсе по хакингу, ребята, вы будете учиться. Дойдете до того, что у вас будет лабораторная работа. OpenSSL тоже будете использовать. Ну, а правила файрвола буквально сегодня на курсе по хакингу изучали. Вот нет шел, как написать. Увидели, что есть правила файрвола, которые разрешают интересные порты. И сохранили вот эти вот два порта 7336. Увидели. И удивляемся, как так. Там сервер, на него два порта 7336 в файрволе открыты, но их никто не слушает. Микстат показал, никто не слушает. Мы говорим, отлично, наши будут. Сделаем на них канал связи OpenSSL. Вот как хорошо, что мы знаем теоретические основы OpenSSL. Что до этого, прежде чем ломать машину, выучили. Ну, как за бог с чем хорош. Никто не торопит. Машина активна будет, ого, сколько. Пожалуйста, учите, открывайте, на курсы записывайтесь, учебники изучаем, практикуйтесь. Вот мы в первой части семинара практиковались. Вот он OpenSSL. Вот специалисту подключились. На этом OpenSSL я поднимаю канал связи. OpenSSL сервер в одну сторону, клиент в другую. И вот CMD-экзо выполняется. Через OpenSSL туда заказываем команду, выполняется. Ответ к нам приходит по второму каналу. Ну, это первой частью семинара было. Я уже не буду детально рассказывать, как канал связи работает. Первую часть посмотрите. Посмотрелись. Ну, и что? У нас всего лишь туда шел. А мы что хотим? Мы хотим прочитать заметки. Ну, что еще делать? Надо же как-то компрометировать систему. Мы же безопасность хотим проверять. И в реальном пентесте у нас будет так, что там люди какую-то активность будут проявлять, ярлыки будут кликать. Здесь у нас как бы CTF, как Capture the Flag. Поэтому здесь вот подсказка, что вот тут документ, который говорит, что мы с ярлыками работаем. Вот, я дал ярлык для Visual Studio. Он вот тут расположен. Мы зашли, там действительно есть ярлык. Но мы бы без подсказки просто больше времени потратили. Этот ярлык бы нашли. И что мы сделали? Мы изучили, что такое ярлык. И этот ярлык создали. Но создали не так, как вот мы в Windows правая кнопка создать ярлык. А с помощью специального генератора. Будет курс по расследованию хакерских инцидентов. Есть курс хакинг, анализ безопасности, а потом как хакеров ловить. И там вот мы детально изучаем 16-ти ричные редакторы, строение этих файлов. Тогда, конечно, с таким знанием легко вы создадите ярлык любым инструментом. Скриптом на бетоне еще как-то. А когда мы создали вот этот ярлык, который будет открывать Shell от другого пользователя, мы этот файл передаем через канал OpenSSL. И вот есть контакт. Какой-то пользователь, Джордж, кликнул по нашему ярлыку, который мы в публичный рабочий стол пробросили. Он к нам подключился. Мы радостно посмотрели флаг UserTXT. Все, мы скомпрометировали. Но вторая часть, мы хотим подняться до администратора. Как? И вот дальше еще раз осматриваемся. Ну и так же, как в первой части, когда еще была активная машинка, я сделал такую вот видеозапись. И вот Эзарил. Ну вот у меня на рабочем столе. Ну вот. Виртуалбокс. Я ее подключаюсь. Калилинукс. И вот подключился. И вот мы на этом остановились. В прошлый раз. Что вы подключились? Напечатали, что там на рабочем столе у пользователя. И вот теперь UserTXT вот у нас есть. А теперь дальше зашли. И вот я в этом шеле, Джордж, прочитали еще одну заметку. Еще одну заметку. Вот я, чтобы не вот так вот показывать, а чтобы было понятно, чтобы подчеркнуть основные моменты, а не процесс взлома. Это вот на слайд выделил. Там написано, что у нас MSI пакеты используются. Если вы хотите, если вы разработчик, если вы хотите ваш MSI пакет, поместите ее в эту папку, он скриптом запустится от пользователя Rupal. Понятно, да, что надо создать MSI пакеты? А вы умеете создавать MSI пакеты? А знаете, я еще и сертифицированный тренер Microsoft. То есть я вот не только читаю курсы по безопасности, а могу еще и курсы Microsoft читать. А на курсах Microsoft, ну вот я эксперт по серверной инфраструктуре, и у нас есть курсы, давай учиться Windows сервером. А там мы ставим обновления на курсах. И чтобы ставить обновления, софт разворачивать групповыми политиками, когда проходим, нам нужен MSI пакет. И студенты часто спрашивают, говорят, Сергей Павлович, если мы хотим не офисный продукт развернуть, а наш продукт сделать, а у нас сетап EXE и все, как нам сделать MSI? Ну, что мне сказать? Этого нет в курсе, не буду рассказывать. Конечно, интересно же самому. Я еще тогда учился создавать пакеты. Вот пригодились знания. Я говорю, я знаю, есть WixToolsет, вот он позволяет MSI пакет создать. Ну, я играл машинку, уже сто раз забыл про этот WixToolset. Ну, ничего, еще раз пошел его скачал, и вижу, что вот он, WixToolset у меня есть, скачанный, и я его скачал себе. И в этом WixToolsете я могу создать MSI пакет. И этот MSI пакет надо еще подписать. А для этого есть другая утилитка. SignTools, подписать нужно. Сначала я думал, может быть, можно не подписывать. Создал, не подписал, не заработал. Ну, что тут будешь делать? Мучился, стал подписывать. И как вот выглядит мое прохождение? Пусть детально смотреть не будем, но это где-то так. Вот, Wix 13 Binary, тут Candle, какие-то команды, тут конфигурационный файл, XML-ку надо правильную сделать. То есть нельзя так просто сказать, а, Wix, вот, все, кнопочку нажали, создался MSI пакет. Тут мануал читаем, тут синтаксис. Сама идея, что мой MSI пакет будет вот это дело делать. Мой MSI пакет будет копировать флаг root с рабочего стола администратора мне в папку всех, которые я создал. Я говорю, не надо ничего ставить. Тупо в MSI пакет заверни вот этот батничек. Ну, и тут, конечно, можно говорить синтаксис такой, синтаксис такой, но я всегда считаю, что надо не синтаксис учить, а идею учить. Синтаксис завтра забудете, а вспомнить вы его всегда вспомните, потому что есть мануал, руководство. Главное, что вот есть она идея, что нужно создать MSI пакет, и так просто MSI пакет еще создать нельзя, надо его еще и подписать. Ну, вот я создаю там каталог всех. Буквально сегодня на курсе по хакингу писал такие команды в командной строке «управляю разрешениями», чтобы туда можно было всем писать. И вот потрудился, написал конфигурационный файл. Вот у нас есть MSI пакет, который всех root называется. И он что делает? Копирует флаг от администратора Рупала нам, а мы потом придем ему посмотрим, еще и разрешения будут хорошие. Понятно, да, что я? Вот подписал MSI, и вот MyCA, SER, ПВК, скопировали сертификаты, которые там нашли себе на компьютер. для подписывания выяснилось, что нужен ПФХ, а не ПВК. Но ничего страшного, есть утилитка в открытом доступе ПВК в ПФХ. И вот ее использовал, получил. Я не хочу вас сейчас учить этому. Я просто хочу сказать, что когда хакер выполняет свою работу, работает, он делает так, что я все команды наизусть знаю, я все выучил, я вот начинаю так вот эффектно писать слайды. Конечно, любому хакеру скажи, ты ПВК, ПФХ, наизусть весь синтакси знаешь, он скажет, я вообще такую утилитку знать не знал, что она есть. Но вот я научился, узнал, что она есть. Вот на основании такого практического опыта, который получил, когда учился, вот мне уже самостоятельно есть навык изучения, как правильно написать ПВК, СПЦ, ПФХ. Но знаете, в чем особенность? Когда я такой MSI пакет сделал и его отправил по тому же каналу связи, который установил еще когда первую часть семинара, снова эти вот команды, если первую часть смотрите, вы узнаете эти команды через этот OpenSSL. Не буду уже сейчас повторять. Я скопировал туда вот этот вот MSI и вижу, что там на том компьютере в DevMSI всех root MSI находится. То есть, я смастерил MSI-пакет, который копирует флаг root к нам, он там запустился от имени администратора, я такой, ура, root прилетел. Ну-ка, root, а смотрите, не печатается. То есть, файл CRUT скопировался, CRUT все вот full control, а что происходит, почему он мне root не показывает? Я же его скопировал и всем полный доступ. Почему же после того, как вот файл скопировался, я не могу его посмотреть? Разрешения не хватает? Сегодня у нас такое было, на курсе по хакингу мы пытались скопировать CMD в ОСК и не получилось. А потом у нас до сих пор он лежит на общем ресурсе скриптик, take out, CACLS. Вот наступит среда. И я вам, уважаемые студенты, политичному хакингу, которые здесь в большом количестве присутствуют, не утерпели, остались. Задам такую же загадку. Вот будет один в один, но у вас будет другое решение. Я скажу, ребята, давайте, вы администраторы, давайте, отвечайте, почему не можете посмотреть файл, если у вас everyone full control. И мое решение вам не поможет. Потому что сейчас не тот случай, другой случай. А может быть, вы скажете сейчас, почему я скопировал файл себе в локальный каталог, а он не показывает. Какая версия может быть? Я вот, значит, представляете себе, да, на этом компьютере это Reel, у меня там Shell, я MSI пакет туда отправил, он от имени администратора выполнился, с администратора секретный файл мне отправил, а я не могу содержимое посмотреть. А всем full control. Какие будут мнения, кто следит за ходом моего взлома? Кто удаленно в чате, пишите, кто здесь, скажите. Что? Почему? Браво, браво, вот сразу видно специалист по безопасности, говорит, файл зашифрован, наверное. Действительно, так и есть. EFS шифрование, задача повышенной сложности, найдите на сайте специалиста курс, где есть тема шифрования EFS. Вы скажете, да, любой курс по безопасности затрагивает эту тему, конечно, шифрующая файловая система, она есть, присутствует и действительно файл root зашифрован. Что делать? Может быть, вы мне подскажете. Очень легко экспериментировать. Вот я вот даже возьмем ни в каком нем видео, а прям вот здесь, вот, где я курс читаю, вот моя пусть будет CD Tools, я вот напишу, что пусть будет какой-нибудь root txt. И вот у нас вот YouTube есть ссылка и root txt, напишем cypher, cypher скажет, вот, все не зашифровано. А ну-ка, cypher, как тебя правильно писать? Если мы хотим зашифровать, то значит e, cypher e, root txt, и вот теперь заархивируйте ваш ключ шифрования, cypher утилитка показывает, что root e, encrypted, зашифрован. Как мне сейчас его расшифровать? Правильно? Видите, да? и опять расшифровал. Понятно, да? Что я сделал после того, как это обнаружил? Опять по новой. Снова где мои vx13 binaries и создал xml, а потом и msi sec.de decryption и какую команду я прописал для msi, вот эту команду прописал. Ну, а что делать? Ну, а как? Ну, я же не знал, что он там зашифрован. Я его просто скопировал. Поэтому снова захожу, снова xml, снова подписываю, снова начинаю вот его новые msi так же отправляем, так же загружаем, так же проверяем. Конечно, это уже так вот технически, да, мы проверяем, как этот всех рут выполнится, как он к нам приедет. Ну, я вот с самого прохождения, оно тоже может где-нибудь рядом будет лежать с этим семинаром, ну, у нас теперь понятно, что мы делаем, да, мы научились msi пакет создавать, канал связи мы еще в первой части устроили, вот сделали один msi пакет, ну, сначала не подписанный, подписали, потом второй msi пакет, sign tool, снова подписали. также отправляем, загружаем, проверяем, получаем результат, ну-ка, расшифровался, ура, расшифровался, вот наш рут, и вот мы взломали самую сложную на тот момент машинку Etheret. Вот мы, конечно, ее там, может быть, несколько дней решал, а тут за короткое время посмотрели, освежили в памяти первую часть, как подключиться к системе, если там сайт, причем он совершенно защищен, а потом там где-то пэкап, а потом где-то какое-то приложение, куда можно инъекцию сделать и канал связи, пусть неудобно и не устроить, а потом посмотрели, как создать msi пакет, подготовить нужные сертификаты для этого, потому что для создания msi пакета нужно подписать, а для этого нужны сертификаты. У нас рекламный семинар, мы пытаемся понять не просто как это, а на каком курсе этому научиться, где этому учат, в каком учебном центре. Здесь могу сказать, что мы не оставляем эти темы без внимания, есть курсы всех шифр, сертифицированный специалист по шифрованию. конечно, где это хакеру научиться? Вот vissicastle, совет по электронной коммерции, который поддерживает наши курсы по хакингу, по расследованию инцидентов, по анализу безопасности, это тоже авторизованный советом по электронной коммерции курс. Давайте все бросим, выделим несколько дней, будем изучать шифрование, симметричная криптография, хэши, теория чисел, асимметричная криптография, применение криптографии, конечно же, цифровые сертификаты, открытые ключи у нас. Конечно, если вы этими знаниями обладаете, вы скажете, ну, теперь только с синтексисом разобраться, а без таких фундаментальных знаний, конечно, смотреть, что он там печатает и учить, надо ПВК на ПСЦ, нет, не надо синтексис учить, концептуально, зачем нужен открытый, зачем закрытый ключ, это нужно. Когда вы знаете, как криптография работает, подписать пакет уже легко. И если сказать по поводу цифровой подписи, это же тоже криптография, но не совсем то, тогда хочу обращать внимание на что, что вот есть курс по криптопро. Есть так как-то вот даже я авторизованный инструктор по продуктам криптопро и вот у нас есть курс применения цифровой подписи на основе криптопро удостоверяющего центра и криптосервис провайдера криптопро. Но, конечно, это не только криптопро и все. Здесь мы изучаем применение электронно-цифровой подписи, а если у вас другой криптосервис провайдер, ну, другой криптосервис провайдер то же самое. Здесь чуть-чуть про криптопро, но в основном давайте идейно как оно работает, как цифровую подпись ставить. И если вы такой информацией обладаете, если вы знаете, как работает цифровая подпись, неважно с каким криптосервис провайдером, то, конечно, подписать MSI-пакет вам уже труда не представляет. Ну и что, что там не крипто-арм, а какой-то сайм-тул. Это инструментов для этого много. Есть с графическим интерфейсом. Ну, а потом выполнить файл с помощью OpenSSL канала задача решена еще в первой части. Да, оказывается, OpenSSL он не только генерирует сертификаты. Там есть еще OpenSSL клиент и OpenSSL сервер. Как будто как мини-браузер и как будто как мини-сервер. Студенты курса по хакингу будут учиться, будет настроение, я вам еще расскажу историю, как можно обходить антивирус, как наоборот атаковать систему из-за того, что там есть антивирус. И чтобы это сделать, я использую OpenSSL сервер. Если забуду, напомните мне, я вам покажу, скажите, что это веселая история про собачку, я вам расскажу. С одной стороны OpenSSL это скучная криптография, а с другой стороны вот только что OpenSSL канал, я файлы передавал, я администрировал сервер. Ну, а в конце думали, как расшифровать шифрованный файл. На курсе по хакингу еще такие смешные задачки решаем, такие вот, чтобы мозг работал, мол, как учетная запись систем интерактивно зашла, или почему у компьютера пять разных имен, и, конечно, когда мозг привыкает быстро работать, вы быстро мне сказали, а что тут, если доступа нету, значит, либо разрешение, либо он шифрован. Разрешение FullControl остается шифрован. Ну, видели, как расшифровать шифрованный файл. И, конечно, шифрующая файловая система, это не только CypherD, CypherE, конечно, это симметричное шифрование, ключ шифрования файлов, мы тоже посмотрели. На этом наш семинар заканчивается, а если у кого-то остались какие-то вопросы, хорошее время задавать. также всех вопросов ни на семинаре, ни на курсе не задать. Сергей Клевогин, имя достаточно уникальное. Находите меня в Facebook, Conduct, Одноклассники, добавляйте в друзья, а если будут какие-то вопросы, не стесняйтесь задавать как угодно, добро пожаловать в центр специалист, мы всегда открыты к любым контактам, к любому общению, спасибо за участие, официальная часть семинара как по расписанию на этом у нас завершается, но наверняка есть какие-то вопросы по прохождению, по практическим приемам этичного хакинга, может быть по курсам, по безопасности, философские вопросы, есть несколько минут, вопрос Антон спрашивает, какой клиент вы используете для подключения к PC, наверное, вы имеете ввиду, какой клиент я использую, когда вот к Ali Linux подключаюсь вот в этих своих видюшках, да, вот про этот клиент вы спрашиваете, мы на курсе используем X-терминал, вот, когда вы придете учиться, у вас будет учебный компьютер, там этот X-терминал уже будет установлен, но, она бесплатная, эта программка, пойдите, только название, скажите правильно, MOBA X-терминал, он называется, MOBA X-терминал, вот, скачайте, вот здесь вот его открываете, и это как пути, кити, только видели, да, как мне удобно, и drag and drop работает, и графический интерфейс, да, вот я вот тут вот кальнюю подключаюсь, вот так вот, MOBA X-терминал называется, мой любимый SSH клиент, мы на курсах используем, ну, если хотите, вы тоже используете, ну, а что, он бесплатный, ну, есть платная версия, но персональный достаточно, еще вопрос может быть, платформы для мониторинга хотите, а, есть ли платформа, чтобы VirtualBox не поднимать, а чтобы там Callie Linux у вас был, да, Shodano.io это поисковик, а вы говорите, что хотите виртуальную машину в облаке или как? Ну, давайте, я может быть неправильный вопрос понял, говорит, вот у меня нет VirtualBox, хочу практиковаться на любом ноутбуке без Callie Linux. Могу сказать, что EC-Cancel, совет по электронной коммерции, который вот курсы наши предлагает, он предлагает еще и среду для выполнения практических задач, она у них iLabs называется, и вот у них сайт EC-Cancel, а если iLabs зайти, то там есть у них вот такая лаборатория, он говорит, давайте сюда подключитесь, а там будет у вас все, что угодно, там будут у вас машинки, там у вас и Callie Linux, и Windows, и что угодно. Я не уверен, как насчет того, чтобы эта машинка могла через Open подключаться, но в своем окружении практиковаться EC-Cancel предлагает вот такую платформу. предлагает. вопрос по файлу, который расшифровал, расшифрованный файловой системой. Я вам быстро, может быть, не очень детально, но покажу, почему он работает и почему, если вы его куда-то переместите, неважно, Windows, открываться он не будет. Смотрите, вот он файл, да, я, допустим, его зашифровал. Знаете, как шифрование работает? Работает так, генерируется ключ, который хранится рядом с этим файлом. Называется File Encryption Key, а поле называется DTF. Data Decryption Field. А вот этот ключ FEC, который зашифровал файлик и он позеленел, где расположен? Вот, прям тут же рядом с файлом. Так, конечно, я с любого Linux этот ключик расшифрую. Нет, этот ключик снова зашифрован, но зашифрован он сертификатом пользователя. Сертификат вам не нужен, он у всех есть, открытый, но проблема в том, что расшифровать можно только приватным ключом. Шифрующая файловая система хранит закрытые ключи в профиле пользователя. Давайте я попробую найти. Вот, пользователи, вот я администратор, я знаю, что каталог RSA есть, в этом каталоге RSA крипто хранятся ключи. Вот сегодня у нас 21 мая и как раз вот 1836 я впервые зашифровал файлик. Видите, да, вот это вот белиберда на самом деле не белиберда, а это ключ шифрования. Вот если на линуксе или на другой системе его нет, как вы расшифруете, там АЕС, АЕС не ломается, а АЕС шифрован с помощью RSA, ну если хотите крипто не ломается, поэтому вам остается только вот этот ключик взять. Но если ключик у вас есть, дальше уже дело техники, применить АЕС, применить RSA, вытащить отсюда из этой структуры ключик, это уже другое дело. Понятно, да? Вот, а почему мой МСА сработал? Потому что он в контексте администратора работал, и администратор он не просто скопировал, а его и расшифровал. А я почему не мог расшифровать? Потому что я был в контексте какого-нибудь Джорджа, а Джордж не администратор, упал администратор. И, конечно, он расшифрован из файлов. Ну, а как если подключаешься к каналу связи и он заработал и дал тебе возможность войти, значит, кто его ставит? конечно, да, там была инъекция, инъекция, конечно, это уязвимость, естественно, да. Конечно, не было бы инъекций, не было бы разговора. Я там амперсент тебе, два амперсента, три амперсента, палочка одна, двойная, тройная. Конечно, если бы не было инъекции, то как бы не старайся, все с инъекцией. но с другой стороны, вот почитаете как TheBox, форум, да, там все, я инъекцию нашел, как там дальше, да, это тоже с первого раза. так было. И через MySQL инъекцию они сломали сайт, но они сломали сайт, серваль. Так, и у вас на вашем сервере... Они скопировали как определенные файлы шруковских. Потом и... естественно, видно было по логам, что они копили. Но сервер они у вас не победили, да? Нет, потому что там отдельный файл угол, который запрещал вхождение извне в определенный портал. Ну, молодцы. Конечно, это значит, что у вас применен принцип глубокой шеломированной защиты, защита в глубину. То есть, вы говорите, конечно, мы от SQL-инъекции защищаемся, но если вдруг мы где-то SQL-инъекцию провороним, у нас, во-первых, SQL не от имени System работает, а от имени ограниченной учетной записи. Во-вторых, там по правам порешим, в-третьем еще там пошифруем, в-четвертых еще мониторинг будем ввести. И это, конечно, правильно. Защитные меры должны применяться на разных уровнях, что даже если какой-то защитный слой будет взломан, у вас будут другие уровни защиты. Это естественно, это правильно. ну что ж, как уже сказал, всех вопросов ни на курсе, ни на семинаре не задать. Мы будем на связи, будем вконтакте. Всем успехов в применении знаний и спасибо за участие в семинаре.